Отчего, отчего, отчего так хорошо? От того, что кто-то ест большую больку. На мое видео, вечерний променад, такое видео пространное, Мария ответила. Здравствуйте, наш уважаемый, дорогой Геннадий Петрович. Посмотрела ваш ролик, вечерний променад. Хочу вас поддержать и попросить, чтобы вы продолжали выпускать ваши замечательные видеоролики с очень ценными и глубокими знаниями. Мы вас очень любим и ценим. Верим вам очень. Ждем вашу новую книгу по работе с тонкими телами. В ваших книгах и видео я нашла ответы на многие вопросы, которые меня долго мучили и как-то даже на душе стало спокойнее. Огромное спасибо вам за добро. С уважением, Мария. У меня давно назрела нечто подобное такая беседа. И буквально таки вот сейчас мы с супругой там внизу сидели и разговаривали. Начну со следующего. Сын, сейчас ему 37 лет. Пришел с армии. Там в армии естественно разные там условия были. И он подцепил там грибок ногтя. Особо мне он ничего там не говорил. Как-то там сам что-то там пытался сделать. То есть, ну как сам пытался. Вот рекламируются средства против грибка ногтя. По телевизору. Такие-сякие. Он естественно все это там использовал. И толку никакого. Но я все это дело увидел. И ему так где-то денька 3 назад взял и смазал его, этот ноготь пораженный, эфирным маслом корицы. Через 2 дня он прибежал, удовлетворил такой возбужденный. Говорит, оттуда грибница эта выскочила. То есть, вот раньше сколько я там не мазал, все там у меня под ногтем держалось. Ног отрастает. Я отрезал, и он как там был, так есть. А эта, говорит, оттуда на все что-то там выковырнулась оттуда из-под ногтя. Во, мол, средство какое. Достаточно, я думаю, одного раза, чтобы вот этот вот грибок ногтя прошел. Ну, помазали ему еще там разок. По его там просьбе. Ну, посмотрим. То есть, средство, вот представьте себе, 20 лет, 37, 17 лет лечения, никакого результата, тут такая трах-бах и есть. Вот. И, как бы сказать, вот с женой мы говорили, она говорит, ну, неужели вот никто не знает, никто не понимает, вот что есть такие как-то средства, которые можно применять, которые же эффективны, и надо их знать. А я ей отвечаю, ты знаешь, Нина, я сам в недоумении, я сам в недоумении. Я вот много видео вам показал, а еще больше, я специально, знаете, не просто там рецепты, я и в рецептах, как вы знаете, шарю. Но мне интересовали методы излечения. И причем, не просто так вот методы, кто-то там что-то описал, а тот человек, который на практике достиг этого результата. От онкологии, пожалуйста, я про онкологию написал, кто как действовал. Ага, там еще какое-то, допустим, заболевание, против этого заболевания, и так далее, и так далее, и так далее. И, наконец-таки, вот излагаю, Замкова, горький, болел. Чем там он там болел, с легочными заболеваниями какими-то. Он-то излечился от препарата Замкова, и далее партийная элита-то прошлась по этому препарату. Далее столько было вот этих всех испытаний в клиниках и трудов, которые показали тоже хорошие, прекрасные результаты. Почему бы это не взять? Нет, все поломали, все забыли, забросили. Ладно, это один случай. Караваю. Племянницу Тихонова излечил от красной волчанки, которую тут тоже нифига ничего там не лечится. И вот люди есть благодарные. И помимо всего прочего, он еще там излечил кучу этих самых людей из верхов власти. Взять тот же туберкулез. Когда Караваев в 9 лет заболел, мальчик, пришел доктор, доктор со стажем, пожилой доктор, который вот все знает про туберкулез. И он авторитетно маме Караваева сказал, что он с его высоких знаний проживет всего лишь навсего 2,3 недели. Готовьте, мол, ему деревянный домик. И дедок Пасечник вылечил Караваева от этого злокачественного туберкулеза, там, кавернозного, со всеми, так сказать, со всеми прибамбасами. И дальше сам Караваев там лечил этот туберкулез успешно. То есть возникает вопрос, вот такой вопрос, люди, у власти, вы же хотя бы для себя отберите таких докторов, такие методики, которые бы вам помогали, реально действовали. Что сейчас мы наблюдаем? Мы наблюдаем то, что если что-то такое случилось, люди и без денег, и с огромными единями так же нафиг мрут, как эти. Стив Джобс, да он эту всю медицину мог купить. Говорят, что якобы там он запустил. Да это все отговорки. Майкл Джексон. Всем было непонятно, о, вот какой-то эксцентричный человек, ты смотри, негр, а он себя осветлил, стал белым. Оказывается, это все из-за того произошло, что медицина до сих пор не знает, как лечить витилиго. Но зато, зато, вот они, значит, а мы можем тебя обесцветить полностью. То есть ты будешь у нас белый человек, белый человек, при этом будешь прятаться от солнца, будешь постоянно есть таблетки. Что с Майклом Джексоном произошло? 49 лет его нету. Супруга Горбачева, от чего там ее лечили? Хворостовский, что у него денег там не хватило на лечение? И ряд других, других, других людей, у которых всего достаточно для того, чтобы излечили их. Но на самом деле этого нету. Используются какие-то методики, даже те же доктора, вы хотя бы сами себя лечите. Уж для себя отберите наиболее что-то эффективное и применяйте. Но вы настолько погрязли в этой наукообразности, что сами себя лечить не можете. Других не можете и все куда-то лезете туда, 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 где только, знаете, только становится хуже от этого всего, куда лезут. Я так немножечко кое-что-то не говорю про себя, дабы совсем не возмущать вот это вот. Люди, включите свой разум, отберите сами для себя наиболее эффективно то, что работает, то, что действует. Я уже сегодня, допустим, перечислял такие вещи. Допустим, парапроктит. Парапроктит это значит, что трещина прямой кишки. Эта трещина прямой кишки начинает загнивать, то есть возникает инфекция и получается свищ. Свищ идет, значит, там с тканей, которые лежат между мышцами и слизистой оболочкой толстой кишки. Вот там вся эта зараза гнездится. И медицина, что она предлагает? Естественно, там антибиотики предлагали, толку мало. Это уже на практике человек, который ко мне обратился уже с благодарностью. Ему три раза сделали резекцию, то есть иссечение этого места. Вот представьте себе, вам три раза задницу резали для того, чтобы вот этот вот свищ прошел. А он не проходит. А помогло, знаете что? Упарина урина. Упарил до 1,4 урину. Сделал турундочку. Вставил и это все высосало оттуда всю эту гниль, грязь и так далее. И он просто-напросто был ошарашен. Е-мое, лечили в лучших там клиниках, в лучших еще что-то. А тут вот, помогло. Опять-таки, включите разум. Включите свой разум. Причем разум по-настоящему. Они какой-то такой, знаете, оторванный. Ладно, не буду этой касаться темы вакцинации. Организм, ну, немножко все-таки коснусь, наболело. Организм борется, допустим, против того же гриппа. Чем? Поднимает температуру тела для того, чтобы все это сжечь. И дальше уже там идет, что там, активность лимфоцитов и прочее, прочее. Это там киллеров, миллеров, как там ее там поназывали. И все. И до следующего раза это все. Предлагается, что вот сделать такую вакцину, которая бы, или вообще лечение заключается в том, чтобы температура тела не поднималась. А как же тогда он будет бороться? А вот якобы вот эта вакцина будет там что-то делать, бороться за него. То есть какой-то неестественный путь, который, с одной стороны, срывает естественные механизмы борьбы с болезнью. С другой стороны, что-то еще, какую-то нагрузку дает на организм, который его истощает. То есть любая вакцина примерно была выяснена, она там активна в течение года. Далее все это, как бы сказать, вымывается, выходит и организм становится на нулевской уровень. А надо же такую вакцину, чтобы она там не вымывалась. Поэтому что-то такое вещество, которое бы там было и постоянно, знаете, вот как бы сказать, напрягало организм, чтобы он как бы вот был готов к этому. А зачем готовым быть к этому? Когда природная реакция, это подъем температуры, борьба и далее все это, значит, вот пошло восстановление. А тут этого нету. Это так я один из примеров привожу. Я вам рассказал про Ронни Калимана. Восемь лет человек был мистер Олимпия с мастер, там, 130-140 килограммов, ниже ринки, такой вот огромный. По поводу каких-то там болячек, таких простых вот, там, со спиной и так далее. И у меня со спиной, и у меня там, да, там, с суставами было. Но, но, это же не значит, что надо там пересаживать, надо болты там вкручивать или еще что-то. Это все тоже решается. Я перед вами сижу, вот это, решивший эту проблему. Делают операцию, одну, другую, третью, сколько там ему сделали операции, и он уже сам говорит. От операции к операции, мне только становилось все хуже и хуже. Пришел на ножках сам, а ушел от них на инвалидной коляске. И последняя операция была, мы уже болты не выкрутим у тебя со стороны спины, которую они вкрутили. Их надо выкручивать со стороны живота. Представьте себе, живот разрезает кишки, вынимает, там, что-то там долбит, откручивает, отвинчивает, отпиливает нафиг. Потом кишки назад кладут, потом все это зашивает. Что после этого человек будет здоровым или еще как-то? Я удивляюсь, я удивляюсь, дальше взять этого самого, ой, целителя средних веков Парацельса. Насколько я так помню, ему, как бы сказать, для того, чтобы испытать его врачебное искусство, дали, значит, по-моему, человек 10, если не больше, самых безнадежных больных, которые помрут. Он начал их лечить и всех вылечил. И я вот, опять-таки, вот вы видите, у меня какое-то замешательство непонятное. Разум, где у человека разум? Вообще, вот, 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 вот это вся, вся эта вот медицина, все это вот знание о человеке. А отберите то, что уже проверено лучшее, то, что работает. Это какой-то золотой бриллиантовый фонд. Фонд будет медицины, которые, знаете, что от ангены вот это действует, от онкологии вот это действует, от того вот это действует в тех или иных случаях. И используйте. Нет, что-то придумываются, какие-то протоколы лечения, понимаете. Вот лечили до этого, будем говорить, в средние века, там, то, что Авиценда написал, и со средних веков вот это дошло где-то до, наверное, века 18-19. Потом, не, уже мы тут сами что-то тут будем разбираться. Это все нафиг отбросим. Начали что-то придумать, вот эти протоколы один, протокол другой, тадаля-ля-ля-ля-ля. А толку-то нету. И морочит голову всем, начиная с самим себе, значит, власть придержащим и всему остальному народу. Просто неясно и непонятно. Вчера посмотрел свою передачу на канале Здоровье Малахов Плюс за 2009 год. Да, передача вроде в целом интересная. В целом интересная все там и полезная. Но что я вижу? Дали сценарий, который там написали эти самые редактора. Вот, ну, в меру там будем говорить, все там более-менее нормально. И я вот смотрю, что в течение передачи я там что-то там, вот это, раза два-три только поддакнул. Ничего существенного я лично не сказал. Вот здесь же я без всяких редакторов, без всяких, знаете, вот, надо мной никто там не стоит и не говорит. Вот ты вот слово произнес с буквой Г, надо его переговорить. Никто не говорит, никто мне не указывает. И я с вами, вот, что у меня имеется, и это выдаю. Возможно, поэтому здесь материал пошел гораздо более интересен, потому что он идет от меня. Вы ждете что-то от меня такое, на что я там опираюсь. Поэтому, опять-таки, вот, Малахов плюс передача была, передача за счет счет она была, так вот скажем. За счет, за чей счет банкет? Банкет был за счет государства. То есть государство вот давало первому каналу денежки, и спасибо Константину Львовичу Эрнсту, который вот решил такую там передачу сделать. А потом, а потом ее направили там, будем говорить, а вот сделаем-ка с нее немножко более коммерческую передачу. Потому что с народной медицины там, как сказала Малака, такая пословица есть. А вот если мы начнем различные клиники, вот это попрет. И когда начались клиники, я взял и ушел. Была финансовая поддержка. Я часть своих средств вложил в то, чтобы, чтобы делать свои собственные, будем говорить, передачи. В данный момент я, опять-таки, не хочу сказать, что все сводится к деньгам. Но в данный момент я на пенсии. Пенсия, я уже говорил, вроде она хорошая, 20 тысяч, но тем не менее на то, на все, на пятое-десятое. И для того, чтобы просто, знаете, не думая о каких-то там средствах, где там их заработать, где там сэкономить или еще что-то там. А просто вот как я сейчас делаю. Я вот делаю и выкладываю, делаю и выкладываю. Это мне нравится. Мне нравится полезная информация, которая работает. И если вот вы почувствовали, что это так, ну связывайтесь со мной вот там это и помогайте каналу. А когда идут какие-то такие познавательные передачи, и не просто там про какого-то мегалодонта, не просто там какого-то там, ну, будем говорить, вымышленное там существо или еще что-то. И люди там смотрят, смотрят про эту акулу-мегалодону. Вот она жива, 20 метров, нет, 30 метров, нет, 50 метров, нет, зуб нашли на 5 метров. Люди смотрят, вот это такое, будем говорить, ну не знаю, как это даже назвать. Вот лишь бы, лишь бы смотреть. А то, что полезное, то, что полезное, нужно, тем более помогает, но не приносит там в рекламе ничего, вот они пишут. А мы эту рекламу для вашего видео не нашли. Поэтому она осталась без рекламы. А раз она осталась без рекламы, мы это видео, значит, ну, как говорится, модно, в топ не выкладываем. Вы там где-то, там, знаете, вдали находитесь. И никто там не заходит, не смотрит. То есть здесь, здесь не столько YouTube, как вы сами должны, как ранее, с моими книгами делиться. Смотри, вот это интересная информация, вот это делали. Как мне писали и рассказывали, говорят, такого не было. Люди целыми домами делали чистку, там, кишечника, печени, там, чистили все от мала до велика. И вот по этим вот книгам, вы пишете книги, там, помогли, книги помогли. И я говорю, дело даже не в том, что вот в канале, там, в деньгах и так далее, а дело в том, что знания, которые работают, которые нужны, я говорю, опять-таки, я недоумеваю. Люди, которые там во власти, их лечат, залечат, и все это нормально. Вы хотя бы включите разум, что есть методы, которые так, на раз-два вас вылечат, а вас лечат из-за того, чтобы вот это вот деньги, деньги, деньги. Чтобы вот эти знания как-то сохранились на канале, нужно так сказать, и для вас, и для ваших детей, и для внуков. Ну, чтобы вы знали, что есть такие знания, которые вот работают реально. Они не что-то, вот, знаете, все еще заключается в том, почему вот вся эта наша цивилизация стала продажна, и стала вот такая вот гнилая, и стала никчемная, и стала вообще, бумаги, вот сама в себе загибается, знаете, как вот гниет. И так далее. Из-за того, что вот этот купи-продай, 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 на человека уже смотрят, как на своеобразный предаток к тому, можно ли его продать или купить. Что с него взять, что с него поймать. А не то, чтобы человек как-то развивался. Вот все мы говорим о духовном совершенстве, духовном развитии. Какое там духовное совершенство, какое там духовное развитие, какое там умнение вообще. Когда? Если человек умный, он перестает работать на дядю. А это не надо нам. Если он умный, он перестает, будем говорить, какие-то там дурацкие проценты платить там за ипотеку и еще за какой-то заем, потому что понимает, что это наглость, это какая-то обдираловка, которую вам преподносят, как какое-то благоденствие. Им такие люди не нужны. Им не нужны ни умные люди, им не нужны ни люди, которые стремятся к духовному совершенству. Им нужны винтики в товарно-денежных отношениях. Все, выпал из этого. И как говорили некоторые в этом, а что вы там беспокоитесь за этих людей? Ну, вымрут 20 миллионов, 30 миллионов. Они не вписались в рынок. Не надо на земле, будем говорить, 7, 8, 9, 10 миллиардов людей. Достаточно одного миллиарда, который будет там жить, остальная пусть беднота там как-то там это. То есть совсем по иному пути даже не понимается, что мы приходим в этот мир и задумался, зачем же вообще нам жизнь дана, чтобы мы только покупали, продавали, продавали, покупали и так далее. Нет, за счет того, чтобы мы развивались, чтобы мы становились более какими-то действительно разумными, гуманными существами, которые понимали, что живем в огромном организме. Имя которому там земля, вселенная, и к этому разумно относились. Они насиловали его. А что я сейчас отсюда с недр добуду? Что я там срублю? А что я там, допустим, бобровую струю вырву? Или еще так далее, этого подобного. То есть как я могу тут вот-вот-вот-вот-вот-вот набогатиться? Ну не то, это ж не то. Вот поэтому, если как-то там ничего там не думается, в верхах, или они, я не знаю, болеют, их там лечат, помирают, дай хрен с ними. Сами врачи болеют, помирают, дай хрен с ними. Вот у нас такое лечение. Ой, чтобы вот эта какая-то разумная мудрость веков по поддержанию здоровья осталась. Вот такая вот передача у нас. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!